Американская компания ВМВ начинала свое развитие с виртуализации серверных технологий. В настоящее время компания осваивает новые для себя направления, среди которых виртуализация рабочих мест пользователей. Как это работает на практике, CNews продемонстрировал консультант по решениям ВМВ Михаил Михеев. Коллеги, здравствуйте, меня зовут Михаил, и сейчас я хочу продемонстрировать вам то, что сегодня из себя представляет виртуализация рабочих столов. Я постараюсь продемонстрировать вам работу с этим самым виртуальным рабочим столом в самых разных сценариях. Самые разные сценарии предполагают из себя самые разные устройства, с которых мы будем получать доступ к тем приложениям, к той работе, которую нам необходимо сделать. Виртуализация рабочих столов — это подход к построению инфраструктуры, когда рабочее место конкретного пользователя, предполагается каждого пользователя, это всего-навсего виртуальная машина с той же самой операционной системой, приложениями, с той же самой, только слегка лучше, потому что существует куча разных способов повысить эффективность управления каждым из составляющих, будь то данные, будь то приложения, будь то операционная система. Коллеги, сейчас вы видите мой ноутбук, и при том этот ноутбук не очень удобный для администратора, потому что на нем не очень привычный для корпоративного сегмента операционная система не Windows. И стоит задача сделать так, чтобы пользователь за этим ноутбуком мог работать со своими приложениями, которые именно что Windows-приложения. Нет ничего проще. Мы всего-навсего запускаем подключение к нашему виртуальному рабочему месту. Для тех, кто имел хоть какой-то опыт работы с системами терминального удаленного доступа, очень привычные действия. Для тех, кто такого опыта не имел, действия не менее привычные, потому что не потребуется ничего, кроме ввода своего имени пользователя или пароля, а зачастую просто пароля. В этом один из плюсов виртуализации рабочих мест. Для конечного пользователя не меняется ничего. Он как работал со своим компьютером, так он с ним и работает. Соответственно, запускаем, вводим имя пользователя и пароль, и видим на экране те самые приложения, которые необходимы нам здесь и сейчас, вне зависимости от того, что за операционная система, что за устройство стоит непосредственно на нашем рабочем столе. Хотя со стороны то, что вы сейчас увидели, напоминает просто Windows, установленный на ноутбук, на самом деле это не так. И очень скоро я продемонстрирую, чем вариант виртуального рабочего стола отличается от просто локальной операционной системы в очень прикладном смысле. Прямо сейчас мы закончили свою работу здесь, и мы пошли, может быть, домой, может быть, навстречу. По каким-то своим делам из офиса мы ушли. Итак, нам пришло срочное письмо о том, что необходимо сделать некую работу. Однако беда, мы где-то набегу, у нас нет с собой ноутбука, а эта работа может быть сделана только из обычных приложений, которые у нас с собой нет. Мы можем воспользоваться теми устройствами, которые сегодня есть под рукой у каждого или практически у каждого. Например, мы берем любой современный планшет, маломальский современный, запускаем с него вот это самое подключение к нашему виртуальному рабочему столу, и на самом деле на любом планшете, на любом устройстве с любой операционной системой, мобильной, не x86, это не имеет никакого значения, имеем доступ к тем же самым приложениям. Так, как будто бы операционной системой Windows установлено непосредственно на это устройство, и все приложения и данные там доступны. Допустим, та задача, которую перед нами поставили и поставили срочно, требует доступа к нашему внутреннему корпоративному порталу, который, к сожалению, работает только из-под определенного браузера, недоступного на планшетном компьютере. Ничего страшного, мы запускаем этот браузер на нашем планшетном компьютере ровно так, как если бы он был здесь просто установлен, получаем доступ к этому самому нашему порталу, в котором необходимо выполнить работу. Мы поработали с ноутбука, мы поработали с более мобильного устройства планшета, однако наш планшет не всегда является достаточно мобильным устройством. Изредка, но может случиться такое, что срочная задача застигнет нас тогда, когда у нас нет с собой планшета или он неудобен для нас, например, это может быть на ходу, где-то в транспорте и так далее. Однако всегда с нами и всегда удобен к использованию телефон. Мы в любой ситуации можем со своего коммуникатора получить доступ к почте, однако срочные задачи могут потребовать от нас доступ к каким-то корпоративному приложению. Мы решим поставленную задачу с помощью того же самого способа, с помощью развернутой инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Сегодня у нас есть возможность получить доступ к своему рабочему месту даже с современного коммуникатора на любой мобильной платформе. Пусть не в самом удобном форм-факторе, мы можем получить доступ к всему необходимому. Итак, коллеги, только что была продемонстрирована возможность работы с привычными Windows-приложениями с самых-самых мобильных устройств. Несмотря на то, что даже для iPhone был изменен интерфейс, улучшен интерфейс таким образом, чтобы работа была возможна даже с самого маленького экрана, разумеется, такая работа далека от привычного удобства работы за полноценным рабочим местом. Хорошей новостью является тот факт, что привычное рабочее место можно для себя обеспечить, не владея несколькими устройствами, потому что даже планшетный компьютер можно с помощью небольших переходников и переходников подключить к монитору необходимой величины, подключить клавиатуру и наслаждаться всеми прелестями работы за своим Windows-рабочим местом, не владея полноценным отдельным компьютером в дополнение к тем мобильным устройствам, которые у нас используются в повседневной жизни. Современным компьютером, полноценным компьютером для работы может являться даже телефон. Достаточно, опять же, обзавестись необходимыми инструментами для удобной работы, это в первую очередь клавиатура и монитор. И после подключения в удобном варианте с той или иной клавиатуры, проводной или беспроводной, мы с вами получаем возможность, опять же, делать ту же самую работу за тем же самым одним-единственным рабочим местом, но уже пользуясь удобством полноценной клавиатуры. Таким образом, подводя итоги этого разговора, я хочу отметить, что инфраструктура виртуальных рабочих столов предоставляет для организации множество разнообразных преимуществ, а для конечного пользователя удобство в эксплуатации, удобство в гибкости использования и удобство в том, что нет нужды переучиваться. Всего лишь после пары кликов или пары тапов и ввода своего пароля мы получаем привычное окружение из любого места. Отдельно хочется отметить, что все здесь продемонстрированное – это дело дня сегодняшнего. Однако прогресс на месте не стоит, и, в частности, в нашей компании разрабатываются самые современные средства еще больше упростить работу пользователя. В частности, например, при работе в том числе с планшетных компьютеров и с телефонов, впрочем, для ноутбуков и компьютеров это тоже актуально, есть возможность получать доступ к своим приложениям не только открывая полностью свой виртуальный рабочий стол, а открывая всего лишь это самое приложение в браузере. Действительно, скоро мы готовимся представить продукт, который позволяет презентовать приложение, и для доступа к такому опубликованному с помощью нашего решения приложению достаточно иметь всего лишь браузер на любом современном устройстве, ну и, разумеется, доступ в сеть, которое, опять-таки, практически любое современное устройство так или иначе способно обеспечить. Я привел в пример разработки в плане работы с приложениями, а не только с рабочими столами. Однако, точно такие же разработки нами ведутся и в отношении пользовательских данных. С помощью разрабатываемых у нас средств очень скоро компании способны будут предоставить своим сотрудникам доступ к необходимым данным где угодно, когда угодно, но при этом этот самый доступ останется в полной мере под контролем администратора компании. Вся информация будет храниться и синхронизоваться с серверами в корпоративном окружении и с учетом необходимых условий с точки зрения безопасности, с точки зрения затрачемых объемов эти данные будут синхронизоваться с теми устройствами, на которых пользователь хочет их иметь. Таким образом, вот эта вот триада, работа с виртуальной операционной системой, работа с отдельными приложениями, публикуемыми на те или иные устройства, и работа с данными позволяет нам предлагать законченное решение или вскоре позволит нам предложить абсолютно законченное решение, которое позволит сделать работу конечных пользователей достаточно легкой и удобной для того, чтобы эта работа была эффективна везде и всегда. В то же время администраторы компании, в то же время организации будут сохранять полный контроль над тем, что происходит, куда копируются данные, какие приложения доступны или недоступны и в каких случаях конкретным пользователям. Продолжение следует...